я всем привет у меня на канале александр маляр сегодня у меня не ремонт не работа вообще отдыхаю но я вспомнил про тест-драйв вот этой резины и хотел бы маленько наверно рассказать проходил тест-драйв в общем была у меня вернее есть у меня одна резина вел шина другая другая шина валтари из них как бы поставил я их взял на один трактор и за раз поставил поскольку одно колесо я грубо говоря порвал был на уазиках урал трофе была одна шина я ее ты но из давно думаю протестирую и как-то время прошло я это все забыл ну вот хотелось бы сейчас рассказать про две шины бел шина и валтари это алтайская шина на что хотел сказать во первых по конфигурации они немножко разные здесь более такая плоская там более как бы закругленная по размеру они ну померил все все одинаковые размеры единственное маленечко может быть толще 7 миллиметров здесь шире и когда я поставил значит на трактор накачал единичку то у меня это сторона где стояла бел шина стоит она стала на косую трактор стал пришлось докачивать еще троечку 03 когда трактор выровнялся по горизонтально получается покатался то немножко жестче колесо это немножко мягче летом катался значит немного на месяц наверно катался эта резина работает вместе с этой как бы летом они работают ну нормально как наступила зима это более-менее еще тормозит та сторона и валтаир вообще ну трактор разворачивает то есть не предназначена для зимы как-то бел шина вроде маленький притормаж тоже не ахти зимой конечно тормозить ну где нагрузочка есть в ту сторону конечно разворачивать но больше разворачивать в сторону где валтаир стоит в общем и хочется сказать что даже допустим летом в грязь где-то то есть вот этот елочка рисунок трактор сразу два раза грибанул распилил и все садится на навеску и идешь за вторым трактором все равно хотел бы конечно производителя может быть обратиться чтобы изменить шип чтобы может быть здесь добавить потому что нагрузка на почву идет через вот эти шипы вроде колесо большое и нагрузка там говорят что вроде как меньше большей площадь меньше нагрузка на землю но за счет вот этих шипов нагрузка на почву в местах продавливания шипа очень большая так что как-то двоякая такая ситуация между шипами вроде не дает а где шип там дает два раза больше либо ромбик какой-то надо придумать либо зимнюю вообще шину если на зиму допустим надо либо ромбик придумать чтобы ты застрял но не не рыл под себя там и мог допустим другой трактор позвал и он тебя выдернул и выехал ты и многие еще так у нас со старых времен что это елочка это тракторная она все должна болен ездить по грязи но если вспомните себя и свой опыт то есть только прошел дождик вы стараетесь все равно выехать с поля либо дождик прошел автомобиль если к вам не может подвести не селитру там не зерно вы тоже все равно ничего не делаете бросаете все поднимаете оборудование и ближе к дороге то бишь на выезд работы нет дождик все равно так что вот такая история шип сделан елочкой для того чтобы во первых если он будет поперек он будет ехать будет тарабанить у вас естественно ну а елочкой это если вы едете допустим горизонтальная площадка да вы едете нормально если чуть больше будет у то у вас трактор вот на этой поперечной допустим шипу вас будет просто напросто сносить для этого сделали елочкой чтобы вас как бы не сносило и когда в грязь едете это более сильнее отталкивает грязь в сторону то есть она грязь режет и трактор как бы идет вроде как так но кто-то может конечно со мной споспорить я бы сделал допустим ромики такие на колесах чтобы трактор если застрял застрял не сильно потому что если застревает роет под себя садится на навеску пригоняет второй трактор дергает бывает ну сами видели интернета дергает бывает трактор пополам но бывает ну выезжает так что вот такая история у меня с этими резинами то есть белшина сама по себе мягче получше тормозит в зимнее время ну и как бы определение больше как сказать по шипу и по ширине больше как бы значений таких особых нету ну единственная группы здесь вот а по износу сейчас я вам покажу пойдем готова трактора вот санек трактор резина валтаир стоит значит эту резину нам мне подарил сергей леонидович это еще на бизон трек-шоу в пятнадцатом году я на ней проехал с на карте показать в общем с ростова спустились ну прошли до симферополя симферополя на москву и вернулись в екатеринбург в общем с ростова вниз на москву да это получается ну короче считайте сами примерно до москвы у нас от нас две тысячи километров и там до ростова не помню сколько в общем сами прикиньте посчитаете что получается получается прошел там сколько километров и я ее одел в прошлом году но она уже была видите как изношена то есть возможно от асфальта то есть вот она прямо хоп здесь бугорок здесь бугорок опять вот она ровно видите как она стачивается вот на этой резине она мы приехали это я уже поменял я тут уже катался она тоже видите стачивается как то есть вон серединка бугор причем через раз вот один ямка выше ямка повыше не знаю почему встачивается через один может из-за того что проминается то есть здесь промянулась и на выходе то есть она трасса живых дорога выходит она выпрямляется и соответственно в этом месту трется и получается в одном месте где-то трение вот была белшина до этого конечно помягче на ней ехать было вагончик был сзади зацеплен но я домой приехал я конечно переобулся это стояло у меня еще два года 15 до я приехал 18 в прошлом году на я ее отдел три года она стояла получается вот и в этом году но увидела где то есть у меня я снимал вместе с володей приезжал мне володя вдруг мы ее снимали чтобы чтобы готовил на москву чтобы красивая резина была не разная вот такие братцы дела ну кто-то может еще какую-то резину испытывал пишите комментариях будем дискуссировать хочется добавить еще когда ну простой пример допустим когда тормозишь но очень сильно это видно когда ты едешь допустим с бугра спускаешься за тобой прицеп он толкает трактор нажимаешь на тормоза и тебя разворачивают либо в ту либо в ту сторону то есть это зависимости на какую нагрузку попадет колесо соответственно елочка внизу она работает вправо или влево то есть нагрузка пошла на кольцо тебя выкидывают в эту сторону в эту сторону значит в эту вот и заодно хотелось бы обратиться может быть производители смотрят мой канал то есть сделайте нам трактористам зимнюю резину то есть может быть наподобие допустим старой камазовской девы шашечки были может быть наподобие газ-66 то есть тоже похоже на трактор но там еще нарезаны сделаны более такие шип ну в общем вам на размышления тем кто производит резину что зимнюю резину нужно для трактора я считаю ну и немножко изменять наверное шип тоже нужен потому что все равно уплотнение почвы тут сильно большого на вот этих шипах в общем всем удачки всем пока ну может быть кто производитель и делал сделайте даже проведем тест драйв какой-нибудь всем удачки всем пока 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 пока